Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю! В эфире Минск чрезвычайный, у микрофона Анастасия Гарбер. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. И по традиции начнем со статистики. С начала года в столице на пожары ИЧС спасатели выезжали уже более 500 раз. На пожарах погибли 3 человека, 11 пострадали. Из опасных зон работниками МЧС были спасены и эвакуированы 22 человека. Минск чрезвычайный. Началась она без каких-либо серьезных по своим последствиям происшествий. А вот в среду около 6 утра соседи почувствовали запах гари в девятиэтажке на улице Кольцова. Когда на место вызова оперативно прибыли работники МЧС, открытого горения нигде не было. Выяснилось, что едкий запах шел из квартиры на первом этаже. Здесь в однушке загорелись постельные принадлежности и предметы мебели. В горящей комнате без сознания спасатели обнаружили 58-летнего хозяина. Его 56-летняя знакомая также без сознания лежала в коридоре. С ожогами различной степени тяжести и отравлением продуктами горения они были доставлены в больницу. Сейчас их состояние врачи оценивают как тяжелое. Скорее всего, к трагедии чуть было не привела вредная привычка покурить перед сном кем-то из пострадавших. Практически в каждом выпуске Минск чрезвычайным мы рассказываем о загораниях автомобилей. Минувшая неделя не стала исключением. В среду вечером на территории автобазы по улице Грушевская горел легковой автомобиль Рено. Скорее всего, в моторном отсеке француза произошло короткое замыкание электропроводки. Спасатели оперативно прибыли на место ЧП, однако уже к моменту их прибытия огонь полностью охватил иномарку. К счастью, никто не пострадал, но пламя успело подкоптить левую заднюю дверь, крыло, бампер и фонарь, стоящего рядом в «Шевроле Вольт». Отмечу, что с начала года в Минске зафиксировано уже 44 загорания автомобилей. И это только те, которые попали в официальные сводки спасателей. В 80% причиной загораний становилось короткое замыкание. МЧС напоминает, что только своевременная диагностика состояния электропроводки вашего автомобиля может значительно снизить риск возникновения подобных происшествий. Минск чрезвычайный. Короткое замыкание электропроводки увлажнителя воздуха, как предполагается, стало причиной пожара и в 4-комнатной квартире на Старовилинском тракте в четверг вечером. Оперативно прибывшие спасатели потушили возгорание, пострадавших нет, но вот хозяевам явно придется сделать ремонт. МЧС напоминает, не допускайте перегрузки электросети. Для исключения возгорания электроприборов из доскачков и перепадов напряжения в сети пользуйтесь сетевыми фильтрами. И не забывайте о необходимости замены старой электропроводки на новую, более мощную. В пятницу утром, все по той же причине, короткое замыкание, на этот раз электроприемника, загорелось имущество в кухне частного дома по второму детскому переулку. Оперативно прибывшие спасатели ликвидировали загорание, и никто не пострадал. Минск чрезвычайный. Возгорание на балконе девятого этажа произошло в воскресенье в доме по улице Солтеса. Около 11 вечера пожаре спасателям сообщили жильцы. В горевшей квартире на диване работники МЧС обнаружили и спасли 62-летнего хозяина и его 61-летнюю супругу. С отравлением продуктами горения пострадавшие были госпитализированы. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении хозяином квартиры. Помните, именно неосторожность при курении – основная причина пожаров и гибели людей от них. Будьте осторожны с огнем. Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. Проблема защиты населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации заслуживает особого внимания. Ведь ЧС – это всегда реальная угроза жизни и здоровью людей. И больше других в таких обстоятельствах опасности подвержены дети. Недостаток определенных знаний и практических навыков порой приводит к печальным последствиям. В эти дни в республике проходит акция «День безопасности внимания всем», посвященная Всемирному дню гражданской обороны. В рамках нее во всех столичных учреждениях образования проходят теоретические занятия на тему безопасности жизнедеятельности с практической отработкой эвакуации учащимися и персоналом. А у меня на сегодня все. Берегите себя и своих близких. До встречи через неделю. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный!